Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Утренний эспрессо». Оставайтесь с нами на протяжении двух с половиной часов. Мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение вошло в каждый дом нашей Брестской области. Сегодня в студии Екатерина Стриха. И Артем Бруйло. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. 3 апреля, вторник. Это прекрасный день, чтобы начать что-то новое. Пусть все лазится, пускай все спорится. Ни в коем случае не опаздывайте на работу. И пусть форс-мажоры не происходят сегодня в вашей жизни. Улыбайтесь вместе с нами, обещаем, что будет интересно. Ну а прямо сейчас давайте посмотрим анонс нашей программы. Сегодня в «Утреннем эспрессо». С гостем программы побеседуем о том, кто и на каких условиях сможет рассчитывать на господдержку в сфере строительства. Узнаем о диагностике, последних методиках и лечении нарушений сна. Назовем продукты, которые вызывают самую сильную зависимость. Расскажем, как белорусы будут работать и отдыхать в апреле. Ну и сразу же начнем с актуальной информации. Более 80 дополнительных поездов будут курсировать в Беларуси во время весенних праздников. Только даже во время между Минском и Брестом назначены 22 дополнительных состава. Ну это с 14 апреля по 9 мая. Всю подробную информацию ищите на сайте Белорусской железной дороги, а также узнавайте в справочных службах. Друзья, в любом случае, если вы куда-то собираетесь, главное, чтобы погода не подкачала. Вообще, синоптики говорят, что где-то ближе к среде у нас уже будет плюс 16, плюс 18, ну по крайней мере в Бресте. Ну и что конкретно прогнозируют они сегодня в каждом из городов нашего региона, мы узнаем прямо сейчас. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Доброе утро! Доброе утро, Брест! Доброе утро, город Брест! Good morning, Брест! Доброе утро! Доброе утро, Брест, мой любимый город! Доброе утро! Доброе утро, Брест! Доброе утро, Брестская область! Вам говорит программа «Утренний эспрессо». Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Мы идем в зеркальный лабиринт Алиса в Зазеркале. Самый большой лабиринт в Беларуси. 21 55 65 – это номер телефона нашей студии. Необходимо дозвониться к нам и отгадать нашу загадку. А звучит она так. «Когда ее видишь, то ничего не видишь. Когда ничего не видишь, то ее видишь». Все очень просто, друзья, на самом деле. Давайте еще раз повторим ее. «Когда все видишь, то ее не видишь. А когда ничего не видишь, то ее видишь». 21 55 65 – телефон студии прямого эфира. На кону сертификат на посещение зеркального лабиринта под названием «Алиса в Зазеркалье». Чудеса случаются в торговом центре «Дитас Персия» в самом большом зеркальном лабиринте в Беларуси. Именно там известная сказка Льюиса Кэрролла обретает все новые очертания, друзья. Можно приходить как взрослым, так и деткам. Но мы бы хотели сейчас в прямом эфире пообщаться непосредственно с нашими малышами. Родители, набирайте, пожалуйста, номер телефона 21 55 65, а вы, наши дорогие малыши, дозванивайтесь к нам, общайтесь с нами, пожалуйста, отгадывайте наши загадки и идите в зеркальный лабиринт «Алиса в Зазеркалье». Можете взять родителей, если хотите. Ну, а мы повторим вам загадку. «Когда все видишь, то ее не видишь. Когда ее видишь, то ничего не видишь». Вот такая вот, немножко запутанная, нужно представить. Мы сами запутались с этой загадкой. «Когда все видишь, то ее не видишь. А когда ничего не видишь, то ее видишь». Как хорошо, что у нас есть активные, очень, как-то сказать, телезрители, которые очень внимательно слушают наши загадки и уже готовы ее разгадать. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Как зовут вас? Светлана. Светлана, очень приятно. Как начинается ваше утро? Посыпаемся, собираемся на работу. Внучка в садик пошла. Почти уже тоже бегает. Но не хочет отвечать. Не хочет отвечать. А как зовут малышку вашу? Настюша. Настюша. Катюша. Теска моя. Привет, Катюша. Передавайте. Передадим. А мы давайте повторим загадку специально для вас и для нее. Когда все видишь, то ее не видишь. А когда ничего не видишь, то именно ее и видишь. Что это? Как вы думаете? Мы думаем, что это темнота. Абсолютно верно. Правильный ответ. Настюша идет в зеркальный лабиринт Алиса в Зазеркалье. Самый большой лабиринт в Беларуси. Спасибо вам за сплоднок. Спасибо, что вы таки внимательны смотрите нашу программу. Хорошего вам дня. Так, продолжим. Да, темнота на самом деле. Вот такая вот запутанная загадка. Но внимательно телезрители очень вовремя ее отгадывают. И получают хорошие подарки и призы, которые разыгрываются у нас в программе. Ну а наш эфир продолжается. Прямо сейчас у нас по плану рубрика «Дочки-сыночки». Расскажем, как же взглянуть на свою семью глазами ребенка. Будет интересно, поэтому не переключайтесь. Доброе утро. И у нас сегодня интересная тема для рассуждений. Вам ведь интересно взглянуть на свою семью глазами ребенка. Важно узнать, что он думает о вас. Возможно, что-то было скрыто от ваших глаз. А что-то ускользнуло в силу различных обстоятельств. Так вот, есть прекрасная возможность заглянуть в душу своего малыша. Как только он взялся за карандаш, попросите его нарисовать портрет вашей семье. Но не вмешивайтесь в процесс. Не подсказывайте, кого и как ему нужно нарисовать. Дайте ему закончить. Похвалите и приступайте к анализу. То, в какой последовательности юный художник рисует членов своей семьи, говорит о его отношении к ним. Первым рисуют самого любимого и значимого. И он, как правило, стоит рядом с самим малышом. А вот если кого-то ребенок нарисовать забыл, задумайтесь. Значит, с этим человеком отношения натянуты. Либо встречи и общения слишком редки. Часто дети первыми рисуют себя. Это хороший знак, ведь они рисуют свой мир, где сам ребенок – главный персонаж. Чем выше и крупнее фигура нарисованного человека, тем больше он значит для ребенка. Здорово, если все члены семьи стоят рядом друг с другом, держатся за руки. И еще лучше, если они улыбаются. Значит, юный художник чувствует себя частью целого. Он знает о всеобщей любви к нему и от этого растет спокойно и уверенно в себе. А вот родители, которые мало общаются, скорее всего, будут изображены далеко друг от друга. К примеру, в разных домиках. На моей картине семья, в которой все люди любят друг друга, поддерживают. Вот тут вот мама, папа, маленький ребенок и брат и сестра. Имеет значение и то, каким ребенок рисуют различные части тела. К примеру, персонажи с большими глазами нуждаются в помощи. А с маленькими глазками и точками скрывают свои чувства. Если кому-то нарисовали чрезмерно длинные руки или вовсе рук нет, вероятно, этот человек оказывает на малыша немалое давление. Большой род говорит о том, что его обладатель делает ребенку много замечаний. Однако, как оказалось, есть дети, которые и вовсе не могут изобразить свою семью. Например, тема «семья». Я же не говорю, что это тема «семья». Я могу сказать, что вы ассоциируете со словом «семья». Ребенок реагирует по-разному. Один будет выдавать кучу сюжетов. Там, где семья вся рядом, там, где что-то происходит, они куда-то ездят. Второй ребенок будет сидеть и думать очень долго. В конце концов, он скажет, ну, я не знаю, как изображать семью. Хотя семья полная, счастливая, и они тоже ездят на пикники, да, и везде вместе. Есть проблема. Но у каждой проблемы есть решение. Здесь необходим подход с другой стороны. Просим малыша закрыть глаза и представить образ семьи. Теперь уже не обязательно своей. Оказывается, все просто. Ребенок не может изобразить семью, но он может изобразить дракончика с множеством ярких бабочек. Да? То есть это семья, это эмоции. Что касается цвета рисунка, то то, что ваш юный художник любит, он разукрасит яркими тонами. Ну, или теми цветами, которые он любит больше всего. Наверняка вы и сами их знаете. С точки зрения психологии, хорошо, если это будут синие, зеленые или оранжевые оттенки. Но не пугайтесь, если на картине много черного цвета. Дети часто любят черный за его контрастность и графичность. Если у ребенка была только черная краска на тот момент, вы задумывались об этом? А вдруг у него другой не оказалось под рукой? Один вариант, да? Второй вариант, да, может быть действительно черный день. Буду изображать все черное. Третий вариант, ребенку очень нравится контраст. Белый лист, черная краска, да, контраст. Очень здорово. После того, как рисунок окончен, расспросите художника хорошенько, кто, где, почему так нарисован. Проявите свою заинтересованность и обязательно похвалите за старания. Дорогие родители, теперь вы знаете, что через рисунок ребенок передает свое внутреннее эмоциональное состояние. Он сам нарисует то, что его беспокоит или радует больше всего. Главное вовремя это заметить. Просто чаще говорите, что любите своего малыша, и у вас все будет в порядке. Овну не стоит браться за новые дела. Лучше постараться завершить старые. Стоит воздержаться от принятия решений, касающихся продажи имущества. Особенно оформление банковских суд. Тельцам нужно внимательно следить за происходящими событиями и реагировать по ходу изменения ситуации. Остраивайтесь на кропотливую работу и общение по делу. В этот день близнецам можно принимать судьбоносные решения. Это прекрасное время для урегулирования любых вопросов с помощью дружеской поддержки и деловых знакомств. Сейчас в раке может проснуться упрямство. Это придет не по вкусу его окружению, и на этой почве может вспыхнуть конфликт. Звезды советуют умерить свои амбиции. У льва на работе особых изменений не предвидится. Чем больше на данном этапе будет встреч и общения, тем более легкими окажутся дела. День у девы будет наполнен различными соблазнами и нужно четко понимать, что можно себе позволить. А где стоит сказать нет? У весов ожидается много дел, и практически со всеми можно справиться. Постарайтесь ко всему относиться с полной ответственностью. Впоследствии это зачтется. Период оскорпиона не слишком подходящий для проявления активности. Необходимо найти возможность для примирения с людьми, с которыми скорпион находится в ссоре. Стрельцам следует повременить с делами, которые вызывают затруднения. Данный период больше располагает к отдыху, нежели активным действиям. Козерогу нужно быть осмотрительным в принятии финансовых решений. Возможно, появится желание потратить крупные суммы на товары, которые совсем не нужны. У водолея сегодня вдруг появится тяга к знаниям и возможность их получать. Учащиеся смогут за короткий срок усвоить большое количество информации. Многие рыбы могут пережить период ослабления иммунитета. Возможно, на какое-то время они будут вынуждены оставить работу, оформив больничный. Мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Друзья, спешим поделиться еще одной порцией очень актуальной информации. В апреле, благодаря переносам, у нас будут сразу две рабочие шестидневки и одна трехдневка. Итак, длинная рабочая неделя ожидается уже, получается, с 9 по 14 апреля. Все ведь знают, что 17 апреля объявлен выходной из-за Радуницы, а понедельник 16 апреля переносится на 14, на субботу. Будем работать за понедельник. Ну и, конечно же, последняя неделя апреля с 23 по 28 число тоже у нас шестидневная. Ну а 1 мая это государственный выходной, друзья. Радуемся, улыбаемся, строим планы в соответствии с вышеназванными изменениями. Мы уверены, что все обязательно получится. Где-то будем больше работать, ну а где-то меньше работать, а больше отдыхать. Но мы напомним, что сегодня вторник, 3 апреля. И каким этот день отметился в мировой истории, узнаем из исторического обзора от Утреннего Эспрессо. Сегодня 3 апреля, и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1879 году София провозглашена столицей Болгарии. София является вторым старейшим городом Европы и расположена на одном из самых древних и оживленных перекрестках Европы, связывающем Запад с Востоком. Сегодня София – крупный экономический, академический, исторический и культурный центр Болгарии. В 1933-м впервые в мире проведена операция по пересадке почки человеку. Однако отсутствие знаний иммунологии затормозило развитие трансплантологии на 30 лет. На сегодняшний день подобные операции проводятся в плановом порядке во многих клиниках мира. В 1944-м начались ожесточенные оборонительные бои партизанских бригад имени Держинского, Советская Белоруссия и 345-го партизанского отряда против немцев и полицаев у деревни Сдитова Березовского района Брестской области. На месте боев у этой деревни в 1975 году открыт мемориальный комплекс «Сдитовская оборона». В 1958-м родился американский киноактер Алик Болдуин. Никогда не отказывался от предложенных ему ролей, чем заработал внушительную фильмографию. В его арсенале более 60 работ. Среди них «Ноттинг-Хилл», «Перл-Харбор», «Авиатор», «Отступники» и многие другие. В этот же день в 1971-м родилась актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк. Известной ее сделал сериал «Моя прекрасная няня», в который она попала по чистой случайности. Активно снимается на телевидении. На ее счету танцы со звездами и танцы на льду, а также «Ледниковый период» и «Две звезды». Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Продолжаем беседовать на очень важные и актуальные темы. К нам уже присоединился наш гость Сергей Лободинский, председатель комитета по архитектуре и строительству Брестского Боспакома. Расскажет нам о том, кто и на каких условиях сможет рассчитывать на государственную поддержку в регионе. Доброе утро. Доброе утро, Сергей Николаевич. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, что же такое субсидии, кто, на какие категории граждан могут на нее рассчитывать. Ну, субсидии – это новый вид государственной поддержки. В прошлом году, в июле, указом президента номер 240, значит, он введен в действии. Субсидии подразумевают собой господдержку в виде погашения основного долга по отдельным категориям и процентов по коммерческим кредитам. Кредиты выдаются преимущественно на 20 лет, ну и под различную ставку от 1 до 5 процентов для различных категорий. Значит, субсидии имеют право в рамках, так скажем, этого указа те категории граждан, которые имели право и по 13 указу, когда были льготные кредиты. Ну, преимущественно многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей инвалидов 1-й и 2-й категории, значит, состоящие на учете на получение социального жилья, афганцы, чернобыльцы, ну и иные категории. Давайте напомним, может быть, нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире 21 55 65, номер телефона нашей студии. Тема действительно очень важная и актуальная, субсидирование строительства жилья, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, дозванивайтесь к нам в прямой эфир. Сергей Николаевич, как много уже граждан обратились к вам за вот этими субсидиями? Так скажем, с момента реализации указа, это вот полгода прошлого, да, и вот текущих три месяца уже более 2300 семей получили долгожданные кредиты на получение, так скажем, и строительства жилья. В текущем году из этой суммы уже более 700 семей, опять же, повторюсь, преимущественно это у нас многодетные семьи, из них, значит, семьи имеющие 4 и более детей и которые имеют трое деток. Остальные по регионам где-то уже подступились к остальным внеочередникам, это дети-сироты, семьи, которые воспитывающие детей инвалидов, ну и ряд других категорий, которые имеют преимущественное право. Можем выделить какой-то из районов Брестской области, в котором наибольшее количество людей получили вот эту государственную поддержку, ну кроме Брестского, конечно. Наверное, наверное, необходимо отметить Пинский район, Столинский район, Ивановский район, там более активно население готово участвовать в строительстве жилья и вкладывать собственные средства. Ну каким образом сам размер определяете? Значит, размер субсидий определяется, исходя из, так скажем, индивидуальности каждой семьи. Но подходы остались прежними, значит, норматив кредитования 20 квадратных метров на человека, вот, для многодетных семей это в размере 100%, и, значит, сумма определяется, исходя из постановления Совета Министров, которым определяет размер субсидий на 1 метр квадратный. Значит, для граждан, проживающих в городах, значит, 718 рублей за метр квадратный. Если семья, допустим, проживает и работает в сельской местности, то метр квадратный увеличивается до 940 рублей. Поэтому нетрудно посчитать 20 квадратов на человека умножить на площадь, которую я обозначил, и для многодетных семей это в размере 100%. Остальные категории там порядка 90% от полученной суммы. Вот, и уже исходя из этого размера банк определяет размер кредита, да, который, так скажем, делится или выделяется на 20 лет там под разную ставку. Для многодетных это 1%, а остальные категории немножко выше. И отсюда уже ежемесячно банк насчитывает субсидию, исходя из суммы использования средств, и направляет нам в область полком для последующего погашения или выделения той, так скажем, названной нового вида господдержки субсидии. Субсидия может погасить проценты от кредита или сам кредит? Значит, для многодетных семей субсидия предусматривает погашение также и основного долга в размере 95% для семей, которые имеют троих детей, а у кого 4 боли, предусматривается погашение субсидии 100% льготного кредита, так скажем, и, соответственно, процентов по уплате его. Но просто молодые семьи какие преимущества имеют в данном случае? Молодые семьи, значит, имеют право также на погашение основного долга, части, в зависимости от двоих детей, будет погашено порядка 30% основного долга. И проценты будут гаситься государством, исходя из ставки, которые будет гасить сам человек, 5%. Остальное берет на себя государство. Сергей Николаевич, еще расскажите, пожалуйста, про механизм получения субсидий. Что нужно человеку сделать для того, чтобы у него появилась государственная поддержка? Значит, не хочу, наверное, обозначить сразу, что размер господдержки, как и по 13 указу, он ограничен, исходя из того, какие ресурсы выделяют банки, да, и Министерство финансов на погашение этих долга и процентов. Отсюда определяются, скажем так, подходы по определению категории, которые будут улучшать свои жилищные условия, ну и, соответственно, их количество. Значит, учитывая, что на текущий год определена сумма, ну, в разы больше, чем в прошлом году, это, так скажем, в текущем году 110 миллионов рублей, мы зарядили, так скажем, строительство, большее количество домов и, соответственно, определили категории. В текущем году планируется улучшить более 2000 многодетных семей, вот, и, значит, будем преимущественно определять по городам и районам. А вопрос еще раз вы хотели бы означить. Сам механизм, да, вот документы, куда обращаться. Исходя из того, что деньги ограничены, людей вызывают горрайсполкомы по очереди. То есть бежать в банк, брать кредит сегодня и требовать господдержку, наверное, не совсем правильно, потому что есть очередь, и в порядке очереди будут вызывать каждую конкретную семью. Как быстро она идет эта очередь, скажите. Ну, представьте, у нас сегодня многодетных 7200, вот, ориентировочная цифра на 1 апреля. Из них, вот, мы обозначили, что будем более 2000 семей многодетных улучшать жилищные условия. Поэтому, ну, можно сказать, темпы большие. Вот, посмотрим, в городах, допустим, малых уже подступили к тому, что подходим к 2018 году. Сложнее по большим городам, хотя и там большее количество домов строится. Но в приоритете у вас именно многодетные семьи? Да, постановлением правительства определено приоритет в текущем году многодетные семьи, потому что их большое количество, а мы должны, в соответствии с указом, обеспечивать их в течение года. Хотя законодательство сейчас предусматривает в течение трех лет. А вот по строительству, что, интересно, запланировано на этот год? Объемы строительства текущего года, они соразмерны с прошлым годом. У нас в прошлом году введено в эксплуатацию 600 тысяч квадратных метров, а в текущем году запланировано 628 с небольшим ростом. По количеству домов, это порядка 65 домов с господдержкой. Давайте вернемся все же к механизму, чтобы окончательно разобраться. Вот, допустим, многодетная семья решает, что хочет получить кредит на строительство. Приходят, обращаются сперва по месту жительства, горы и сполкомы, правильно? Их вызывают, давайте так, их вызывают в порядке очередности и предлагают улучшить жилищные условия. Они говорят, да, с удовольствием хотим. Дальше что? Далее собирают пакет документов, значит, обращаются, ну, во-первых, надо исходить из того, какой вид господдержки они хотят получить. То бишь на строительство многоквартирного жилья, на квартиру, либо могут построить индивидуальный жилой дом при наличии земельного участка. Вот, могут обратиться, допустим, по месту жительства, если есть у нас такая очередность на получение, значит, земли и, значит, таким способом улучшить свои жилищные условия. Значит, после того, как они обратились в горы и сполком, выдается, если это многоквартирный жилой дом, направление на заключение договора долевого строительства в составе многоквартирного дома. Если это индивидуальный жилой дом, то предоставляет пакет документов, справку с архитектурой, архитектурный проект, смету и путь в банк. В банке уже пакет документов в части поручительства, обеспечения залога при необходимости, получает кредит и завтра идут строить. Здорово. Давайте напомним нашим телезрителям, что у нас в гостях Сергей Лободинский, председатель комитета по архитектуре и строительству Брестского облсполкома. Мы говорим о субсидировании, друзья. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, дозванивайтесь. Есть еще буквально пару минуточек. Это уникальная возможность пообщаться со специалистом в прямом эфире программы «Утренний эспрессо». 21-55-65. Сергей Николаевич, еще хотелось бы у вас попросить, чтобы привели какой-то конкретный пример, когда у человека взял субсидию, и какой процент по кредиту ему была поддержка государства? Ну, допустим, многодетная семья. Условно, средний размер многодетной семьи, я имею в виду, где наличие троих детей, 5 человек. 100 квадратных метров государство прокредитует этой многодетной семье. Размер кредита, который она получит, исходя из 718 рублей, это порядка 66 тысяч. То есть приличная сумма для того, чтобы, наверное, построить квартиру. Понятно, что должны многодетные семьи преимущественно понимать, что размер господдержки фиксирован, а стоимость строительства по их желанию, по выбору, естественно, может быть выше. Поэтому тут надо понимать, что необходимо вкладывать собственные средства. Сергей Николаевич, простите, пожалуйста, мы сейчас продолжим. Давайте, может быть, пообщаемся с телезрителем, он уже на линии. Доброе утро! Доброе утро! Представьтесь, пожалуйста, как зовут вас? Меня зовут Сергей. Скажите, пожалуйста, мы стоим на очереди, как молодая семья. Имеют двоих детей. Старшему 11 лет, младшей 5 лет. Три года назад получили участок на очередь с 2007 года. Ну, стояли еще раньше, но там перекинули потом в очереди, когда было перемещение. Ну, так как участку уже три года, если я не построю дом, то его заберут. Сейчас выяснял по кредитам, то есть многодетные дети получают, трое детей получают быстро. Третьего ребенка мы уже не можем, но по состоянию здоровья остается вариант только брать кредит в банки. Вот сейчас по системе строительных сближений я в следующем году планирую получить кредит. То есть я начну строить дом. Вообще могу ли я рассчитывать еще на какую-то основу в дальнейшем господдержку? Или то есть то, что молодая семья, двое детей, это уже как бы заоблачно? Ну, отвечу на ваши вопросы. Спасибо за вопрос. Значит, молодая семья, имеющая двоих несовершеннолетних детей, имеет право на государственную поддержку, в том числе на реализацию 240-го указа в части получения субсидий. Что касается получения кредита по системе строительных сбережений, это не является ограничением на получение данного вида господдержки. Поэтому с учетом очередности, если это город Брест, понятно, немножко подождать надо. Это возможно, что дойдем, я говорю, может к концу года даже в перспективах или в начале следующего, по молодым семьям, по обеспечению их тоже кредитами. Ну, в любом случае, если вдруг возникнут уже селерегионы такие вопросы, я думаю, что они всегда могут обратиться к вам. Есть какие-то горячие линии? Да, приемная комитета 21.11.04 или специалисты 21.11.30. Ну, в любом случае, всю информацию подробную можно будет найти на вашем сайте. Безусловно, да. Можно повторить телефоны нашим телезрителям 21.11.04. Да. Правильно? Да, именно со всеми жительскими вопросами можно обращаться на этот номер телефона. Спасибо. Спасибо, Сергей Николаевич, за то, что были сегодня с нами. Приятного дня вам, отличного настроения. Спасибо. Да, мы напомним нашим телезрителям, что у нас в гостях был председатель комитета по архитектуре и строительству Брестского облсполкома Сергей Николаевич Лободинский. Ну, а мы продолжаем наш эфир. Рубрика «Законный вопрос» далее. Можно ли оформить предоставление задатка для покупки недвижимости путем написания расписки в присутствии свидетелей? Этот вопрос регулируется Гражданским кодексом Республики Беларусь. Во-первых, важно отличать задаток от аванса. Аванс, если сделка состоялась, просто возвращается тому, кто дал его, а вопрос возврата задатка далеко не так однозначен. В частности, если сделка не состоялась по соглашению сторон, либо вследствие объективной невозможности исполнения, то задаток просто возвращается. Ну, практически как и аванс. Но, если за неисполнение сделки ответственна сторона, давшая задаток, задаток остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, то она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное. Что касается формы соглашения о задатке, то такое соглашение обязательно должно быть совершено в письменной форме. Об этом прямо и недвусмысленно говорит гражданский кодекс. Соглашение подразумевает под собой документ, подписанный обеими сторонами. Поэтому правильнее в такой ситуации во избежание каких-то споров и недоразумений оформить передачу денег в качестве задатка не путем составления расписки, а путем составления двустороннего письменного документа, содержащего все предусмотренные законом атрибуты задатка. В случае сомнения, почему это важно, потому что в случае сомнения, как говорит гражданский кодекс, в отношении того, является ли сумма уплаченная в счет причитающихся по договору платежей с задатком, в частности, вследствие несоблюдения правильной письменной формы соглашения о задатке, эта сумма будет считаться уплаченной просто в качестве аванса, если не доказано иное. Для того, чтобы быть уверенным в правильности оформления задатка, вы всегда можете обратиться за квалифицированной юридической помощью к адвокатам. Проект «Новые лица» успешно стартовал на нашем телеканале. На кастинге пришло 60 участников. В первом туре оказалось 30 человек, а до второго тура дошли всего лишь 16. Ну да, это серьезная работа членов жюри, всей команды. Сложнейший отбор в рамках проекта «Новые лица». Участники постигают азы телевизионного мастерства с каждым проведенным мастер-классом. Что интересно, задача эта усложняется. Вот вчера, к примеру, провели практику введения прямого эфира. Каждый участник смог попробовать себя в роли ведущего и взять интервью у гостя программы. Напоминаем, что только лучшие станут лицами программы «Утни-эспрессо». Уважаемые телезрители, у вас есть возможность поддержать каждого участника, перейдя на наш сайт trk-press.by и отдать свой голос за того участника, который нравится именно вам. Также мы уже рассказали о том, что участники проекта «Новые лица» попробовали себя в роли ведущих. Вы сможете уже сегодня после нашего эфира зайти на сайт и обязательно увидеть небольшую видеонарезку. Мы уверены, что вас это заинтересует и наверняка вы захотите поддержать кого-то из участников нашего проекта. Все в ваших руках, друзья, и только вы вместе с нами сможете выбрать того человека, который будет в студии прямого эфира каждое утро вас будить и дарить вам только хорошее настроение. Присоединяйтесь, пожалуйста. Заходите на наш сайт trk-press.by и поддерживайте участников своими голосами. Давайте вместе выберем нашего будущего коллегу, ведущего программы «Утренний эспрессо». И, возможно, об этом человеке не разно пишут региональные журналисты на страничках нашей прессы. А вот о чем они хотят нам рассказать сегодня, узнаем из обзора прессы от «Утреннего эспрессо». Не переключайтесь. После трагедии в российском Кемерово глава белорусского государства поручил проинспектировать места массового скопления людей в Беларуси. И при наличии серьезных недоработок со стороны владельцев таких заведений жестко наказать их. Сотрудники МЧС сразу же включились в работу, проверяя по всей стране надежность систем эвакуации в торговых и развлекательных центрах, гостиницах и других объектах. Уже более 300 руководителей привлечены к ответственности. Нарушения выявлены и в ряде объектов Брестской области, сообщает «Заря». 30 марта молодежь Брещины приняла участие в областном форуме «БРСМ. Время вперед». Открытие мероприятия прошло в формате диалога о формах и методах патриотического воспитания молодежи. Центральной темой беседы стало создание молодежного патриотического центра. Строительные работы на объекте, который находится в здании бывших армейских казарм Кобринского укрепления Брестской крепости, уже завершены. Открытие центра намечается ко дню победы. Пишет газета «Заря». Матч первого тура чемпионата страны в высшей лиге команда «Динамо Брест» провела на выезде в Солигорске. Увы, но «Динамовцы» не смогли продлить свою победную кубковую серию. Однако нулевой ничейный результат в гостевом поединке с одним из претендентов на золотые медали можно считать положительным, пишет газета «Заря». Международная научно-практическая конференция «Достоевский исторический диалог единомышленников» прошла в Центральной районной библиотеке имени Панферова. Центральной идеей разговора стала тема концепции будущей экспозиции музея, привлечения филологов и историков для работы по мемориализации территории бывшей усадьбы Достоевских. Подробности в свежем номере газеты «Яновский край». О чем прочитать? Узнайте из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Ну, друзья, мы не раз рассказывали о том, что на базе территориального центра Ленинского района Бреста работает институт третьего возраста. Там ведется работа сразу по восьми направлениям и одно из таких музыкально-театральное. А люди, которые не представляют свою жизнь без творчества, следующий видеосюжет. С приходом весны всегда хочется тепла и праздника, ярких эмоций и впечатлений. По-настоящему праздничное настроение вот уже на протяжении пяти лет дарит слушателям ансамбль «Мелодия», который существует на базе территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района города Бреста. Основная цель его – это поддержка и помощь пожилым лицам, инвалидам, одиноким, одинокопроживающим, поддержка всех инициатив и начинаний данных категории лиц. В институте третьего возраста каждый найдет занятие по интересам. Участники ансамбля «Мелодия» нашли себя именно в вокальном искусстве, которое раскрывает все грани их таланта, подчеркивает их красоту. Эта группа объединяет людей энергичных, те, кто любят музыку. Здесь есть возможность реализации их потенциала, возможностей. Они могут найти здесь своих друзей, себя как-то проявить. А территориальный центр оказывает реализацию этих задач посильную помощь. Люди элегантного возраста молоды душой. Они готовы дарить радость окружающим. А зарядом бодрости и хорошего настроения искусно владеет бессменный руководитель ансамбля Дмитрий Пайлакович Хачатурян. Коллектив, конечно, относительно молодой. Пришли меня, пригласили быть руководителем. Это было на Халтурино. Женщины изъявили желание перейти в Ленинский район. В репертуаре ансамбля известные песни прошлых лет. Тематика их очень разнообразна. Аранжировки пишет сам руководитель. Поэтому они приобретают особое звучание, свой неповторимый стиль. Он мне дорог с давних лет, и его яснее нет. Московский кокол, негласимый стиль. Я могу, а только не мечтать, я могу, как книги читать. Я их расписываю по голосам, но четыреголосия. Вот сейчас песню расписал «Уходит вечер» в Орламово. Там пять оголосий будет у нас. Я сторонник академического хора. Я их расстаживаю по голосам, четыреголосия. И поем сначала отдельно, партии поем, потом вместе, потом уже под фонограммы. Участие в городских мероприятиях дает возможность коллективу выражать свои эмоции через песни, делиться хорошим настроением со зрителем и, самое главное, быть востребованными. Я услышала от своей знакомой, что есть такой ансамбль «Мелодия». Я решила попробовать. Мне нравится. Я получаю удовольствие от пения и от общения со всеми. Мы дружные все. В этом ансамбле «Мелодия» я с первых дней пою, потому что это придает мне силы. И самое главное, у меня такой девиз – это быть полезной обществу и дарить радость людям. Мы счастливы тем, что мы занимаемся любимым делом, не глядя на то, что как бы уже на пенсии, и мы можем себе позволить делать то, что нам нравится. Нет возраста, есть состояние души, справедливое выражение. Главное – жить с интересом. Редактор субтитров А.Семкин Доброе утро. Желаю городу Бресту доброго утра. Доброе утро. Доброе утро, Брест. Доброе утро, белорусы родненькие. Усим, жадаю здоровья. Доброе утро, Брест. Всем доброго утра. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые телезрители. Возвращаемся в студию прямого эфира. Надеемся, что вы выспались и ничего, и ничто вам не помешало во сне. Ну а если вдруг помешало, наши специалисты, гости программы, которые уже находятся, как вы видите, в студии прямого эфира, обязательно вам помогут в этом разобраться. А у нас в гостях директор Центра Здорового Сна Василий Николаевич Пансевич, а также врач-кардиолог Центра Здорового Сна Константин Андреевич Черков. Доброе утро. Доброе утро. Ну традиционный вопрос, выспались ли вы сегодня? Я да, а вы? А вы знаете, а я вот не выспалась. Нам пришлось пораньше проснуться. Чем это может быть связано? Вот кстати, каковы причины обычно недошипа? Связаны ли они с тем, допустим, что человек всего лишь не соблюдает режим дня, или они гораздо глубже находятся? А можно параллельно я сразу задам вопрос? Да. Вы во сколько легли спать сегодня? В 11.30. В 11.30. А как долго вы не могли заснуть? Ну час точно не могла. А вставали ночью, просыпались или не просыпались? Ну нет, я поставила будильник на 4.40 утра, переставляла его четырежды, и в итоге проснулась только в 5.40. Ну видите, скорее всего, судя по вашим жалобам, у вас больше не неврологические, а это не заболевание, а состояние, связанное со стрессом. Я так и знала. Я так и знала. Все вину в стресс. Нужно переживать. Вы принесли специальные аппараты, они помогут как-то диагностировать подобную проблему. Каким образом это происходит? Есть специальное оборудование, которое нам удалось приобрести. Вот один из таких аппаратов мы как раз принесли в студию по диагностике нарушений сна. Аппарат достаточно простой. Это специальное устройство, которое одевается пациенту на руку, одевается на палец пульсоксиметр и ставится конюля для диагностики нарушений дыхания сна. И с этим аппаратом, аппарат специально программируется, и с этим аппаратом пациент проводит ночь, и во время сна мониторируются его показатели. Как он спит, как частота пробуждений, была ли у него остановка дыхания во сне, какое у него насыщение крови кислородом. И если были остановки дыхания, то фиксируются остановки дыхания, связанные с нарушением проходимости дыхательных путей. Либо эта основка дыхания больше связана с тем, что импульс из центра сна, который расположен в головном мозге, не поступает, не дает сигнал на вдох. В соответствии, дальше, вот эти вот параметры нам дают определить, кому человека лучше направлять. Либо к неврологу, либо вот к Константин Андреевичу, к кардиологу. Вот хотелось бы, чтобы вы более подробно рассказали о работе центра очень широкой направленности, он огромное количество специалистов там работает. Расскажите, пожалуйста, конкретно, чем занимаетесь? Мы специализируемся на заболеваниях нервной и сердечно-сосудистой системы, а также на УЗИ диагностики. Отличная особенность нашего центра, опять-таки, это та, то, что у нас есть специальная линейка оборудования по диагностике проблем сна. Дело в том, что много сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний нервной системы связаны именно с нарушениями сна. И если мы правильно диагностируем и подберем правильную необходимую корректировку данного состояния, то необходимость в лечении кардиологических либо неврологических заболеваний традиционное отпадает. Как правило, это позволяет существенно сократить медикаментозное лечение, либо вообще от него отказаться. 21-55-65, номер телефона нашей студии. Дозванивайтесь, пожалуйста, друзья, задавайте вопросы нашим гостям. Ну а мы, наверное, перейдем к Константину Андреевичу. Константину Андреевичу, расскажите, в каких случаях к вам обращаются, с какими проблемами обращаются к вам люди и чем вы можете им помочь? Наиболее частой проблемой, к которой нам обращаются, является храп. Люди, обычно они им мешают, мешают их супругам или супругам. Кто находится рядом. Кто находится рядом. Человек может быть и отдохнувший, и хорошо выглядит, приходит в центр, но человек, который находится с ним рядом ночью, выглядит совсем по-другому. Наибольшая проблема представляет собой остановки дыхания во сне. Но причина обращения, это будет, безусловно, храп. Если представить айсберг, наверху, над водой находится небольшая его часть. Небольшая проблема — это храп. А то, что не видно под водой, чаще всего являются остановки дыхания во сне. Их не видно, но это значимая проблема. То есть остановка дыхания может, как последствия, быть причиной именно храп? Да, именно причина остановки, а уже результат этого — это храп. А кто чаще храпит, мужчины или женщины? Ну, в этом плане повезло больше мужчинам. Есть такая статистика, что храпят чаще мужчины. Старше 50 лет вот эти проблемы остановок дыхания во сне встречаются у мужчин с частотой где-то. Каждый четвертый, каждый пятый женщины где-то 8-9 на 100 человек. Ну, везет же вам мужчина, везет. Можно ли полностью избавиться от этой проблемы? Да, со временем можно. Это требует усилий, работы человека. Да, со временем можно, но лечение будет длительным. А есть ли какие-то признаки, при которых уже необходимо к вам обратиться? То есть иногда бывает, что человек там храпит и храпит, кажется, ну почему бы и нет. Ну, пусть себе храпит. Пусть храпит. Он так спит, неправильно лег, неправильное положение, перевернулся и все, и храп прошел. Да, есть такие ситуации, когда без инструментальных методов, только собирая жалобы пациента, можно уже с большой вероятностью заподозрить у него такую проблему. Наш центр находится в центре города. На автомобиле туда можно добраться с любой точки 10-15 минут. Люди говорят, что я не могу больше 5-10 минут ехать за рулем, засыпаю днем. То есть дневная сонливость. Человек просыпается утром, казалось бы, он провел в постели 8-7 часов, но чувства отдыха у него нет. Нету. Просыпаемся мы, бодрость у нас, хочется что-то делать. К сожалению, у людей этого нет. Они уставшие, разбитые, если бы они не легли, они бы, наверное, спали бы дальше. Вот так. Ночью, да, еще ночью приходится очень часто просыпаться. У них пробуждений большое количество. Там 5-6 раз вставать. Ну, кажется, что среди наших телезрителей есть такие люди. Дозвонитесь к нам в студию прямого эфира 21-55-65, либо уже приходите сразу же в центр здорового сна. Василий Николаевич, адрес, давайте напомним. Машерово, 40, напротив гостиницы «На туристов». Это центры города, все ездят на троллейбусе, на автобусе, на машинах, и все это прекрасно видят в городе. Как давно существует ваш центр? Вы знаете, уже скоро год, как мы открылись, с мая прошлого года. Но вообще наш центр в Минске существует уже в течение 5 лет. И в мае прошлого года открылось Брестское отделение. То есть достаточно длительное время мы уже существуем. А вообще в мире этим очень давно занимаются. То есть достаточно актуальная проблема получается, да? Да, очень актуальная проблема. Дело в том, что лечить апноэ, лечить храп намного дешевле, чем лечить потом заболевания, связанные с нарушением, с осложнениями. Когда эти пациенты долго не лечатся, то очень часто, к сожалению, у них бывают инфаркты, миокарда, инсульты. И это несопоставимые по затратам материальным и человеческим затратам, несопоставимые потери. А как много людей вообще обращается в центр? Или все-таки у нас не принято обращаться с такими проблемами? Вы знаете, по нарастающей идет. Начинали мы буквально с нескольких человек, которые к нам обратились вот май-июнь. Это было 4-5 человек. А сегодня у нас диагностику проходит каждый месяц до 20 человек. Диагностику в Бресте проходят. К нам телезрители обращаются в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Татьяна. Очень приятно. Я хотела бы задать следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, а детский бруксизм относится ли к патологии сна ребенка? Вы знаете, Татьяна, вам стоит в следующий раз, я постараюсь в студию прийти с врачом-неврологом, детским неврологом. И я думаю, что на этот вопрос лучше он ответит. Спасибо большое. То есть нам нужно обращаться к неврологу, если такая проблема беспокоит? Лучше к детскому, да. К детскому неврологу, специалисту. У нас такой специалист тоже есть, так что можете к нам обратиться. Спасибо огромное. Спасибо вам за звонок, Татьяна. Оставайтесь с нашим программой, пожалуйста. Константин Андреевич, еще расскажите про более диагностику и как вы диагностируете. То есть это получается, этот прибор нужно надеть человеку, чтобы он провел с ним сутки, либо это только ночь в то время, когда он спит. И какие вот результаты вы получаете и какие меры потом предпринимаете? Хороший вопрос. Значит, два основные метода исследования. Вот это более простой прибор, кардиореспираторный. Происходит мониторинг. Этим прибором мы можем выяснить, необходимо ли более глубокое обследование. Более глубоким обследованием является полисонография. Такой метод исследования уникальный, который в себе сочетает 12 исследований одновременно. Он и записывает электроэнцефалограмму, то есть импульс из коры головного мозга. Он анализирует дыхание, записывает кардиограмму движения с мышц нижних конечностей, с жевательных мышц, движения глазных яблок. В сумме вот эти все показатели анализируются вместе. Эта полисонография довольно давно придумана. Более 30 лет в мире выполняются такие исследования. Она в полной мере может показать состояние организма ночью и там уже выделить, какая проблема является преподавающей, отсюда назначить лечение. А вот этот аппарат, для чего он предназначен? Вот этот аппарат, он предназначен для лечения проблем остановок дыхания во сне. Причина, одна из наиболее, скажем, опасных осложнений, проблем сна. Этот аппарат нужен для качественного сна. Как он работает? Тоже можно в домашних условиях диагностировать что-то? Либо же непосредственно у вас сцены? Это уже, когда мы знаем проблему, у человека есть остановки дыхания во сне. Наиболее частая причина – это западение корня языка, проблема на уровне верхних дыхательных путей. У человека бывает значительное количество остановок, там 400, 500, 600 остановок дыхания во сне. Из 8-часового сна, как такового сна, у него будет несколько часов. Чтобы эту проблему компенсировать, люди используют такие аппараты. Он, представляете, здесь внутри находится компрессор, он довольно компактный. Человек одевает на себя маску. Одевает маску, включает аппарат, ложится и засыпает, и спит. То есть прямо с этой маской проводит весь сон, да? Когда у него случается остановка дыхания, аппарат это замечает, дает поток воздуха. Дыхательные пути открываются, человек не просыпается. Дыхательные паузы компенсируются, и так улучшается качество сна. И сколько длится такое лечение? Считается, что эффективным использование аппарата не менее 4 раз в неделю, не менее 4 часов. Тогда эта проблема будет... Но на протяжении полгода... Да, лечение, к сожалению, длительное, исчисляется месяцами или часто годами. Ну, слава Богу, что мы можем прийти к такому результату, которому мы должны в конечном итоге прийти. Какие-то советы относительно правильного дыхания во сне, либо же правильного режима дня можете дать нашим телезрителям? Правильный режим дня — это нужно за несколько часов до сна постараться не смотреть телевизоры, не пить каких-то напитков, содержащих... Кофеин, наверное, да? Кофеин, да, вот эти бодрящие вещества. Кофе, да. И можно почитать перед сном, но не смотреть телепередачи. Особенно в последнее время политические телепередачи, извините, я на телевидении, но... Ну вот именно поэтому мы выходим утром, друзья. А пересматривать можно после обеда на ютубе на нашем сайте. То есть спокойненько настроиться, получается, на сон? Спокойно настроиться на сон, можно почитать, стараться не переедать и спокойно спать. Вот 7 до 8 часов сколько рекомендуете провести во сне? У каждого на самом деле есть какая-то своя норма. Вообще сон разбивается на циклы. Один цикл – это от час до двух часов полноценный цикл со своими стадиями сна. И если человек в течение ночи качественно проспит 3-4 до 5 циклов своих, то, как правило, он хорошо высыпается. Вот то, что вы мне сказали в начале передачи, скорее всего, эти циклы были у вас некачественные. С чем это будет связано? Это можно поставить на вас прибор и разобраться и более точно вам сказать. Надеюсь, что мы с вами разберемся в этой проблеме. Хорошо, Николаевич, у нас говорят очередной звонок. И поможем нашему телезрителю. Доброе утро. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем. Как зовут вас? Прият. Пожалуйста, можете задавать свой вопрос. Пожалуйста, у нас вот такой вопрос возникает. У нас вот ребенку 8 лет. Вот у него такое бывает во сне, что он как бы спит и может быть причинно, может встать, и вот без понят, как вот, как бы, запутаться, как бы так вот, и недоразумение таком, и опять же, как бы лечь. Относится к это к лунатизму или нет? Вы знаете, что у нас есть еще другой аппарат, он также уникальный, очень интересный. Есть у нас электроэнцефалограф с ночным видеомониторированием. Если у вас есть такая проблема, вы можете обратиться к нашему детскому неврологу вот с этим вопросом. Если он посчитает, что есть показания, мы можем приехать к вам домой, установить это оборудование на ребенка, и он с ним поспит, и мы все увидим. Мы увидим, как работает его головной мозг, мы снимем, как он просыпается. Молодец проснулся. И мы сможем более точно ответить на ваш вопрос. Это очень большая, очень интересная тема для разговора. Она не связана с нарушением апноэ, но она может быть связана именно с неврологическими состояниями. И такое оборудование специальное у нас есть для диагностики. Так что подойдите, Мария Павловна Лукашевич, наш замечательный детский невролог. Пожалуйста, обращайтесь. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. С разными признаками к вам можно обращаться, да? Константин Андреевич, когда бить тревогу, с какими симптомами к вам нужно приходить? Может быть, на примере даже конкретно. Вот что-то из последнего. Вспомните, может быть, кого-то из пациентов, но не называя имен, естественно. Безусловно. Чаще всего бьют тревогу в центр с остановками дыхания супругов или супругов, приводит вторая половинка. То есть, если люди ночью видят, что человек не дышит, есть паузы дыхательные больше 10 секунд. Такое-то уже бывает, да? Такое-то бывает, да, довольно часто. Есть храп, значительный храп, не минуты, бывают часы. Да, тогда надо обращаться в центр. Второе, если присутствует дневная сонливость, цифры давления утром при пробуждении высокие и уменьшаются в течение первого часа без приема каких-либо таблеток. Есть, как я говорил, кроме дневной сонливости еще набор веса, частые ночные пробуждения. Да, вот тогда необходимо обращаться. А вот бывают во сне люди скрипят зубами. Это тоже может как-то взаимосвязано с этим? Это признать чего-то другого. Да, может быть, за счет напряжения жевательных мышц идет такой скрежет. Эта проблема решается. Есть внутриротовые приспособления, капы. Довольно часто люди с ними спят, и эта проблема уходит. Что ж, спасибо огромное за то, что были сегодня с нами. Ну и, наверное, в завершении беседы, Василий Николаевич, стоит пригласить еще раз наших телезрителей в ваш центр. Пожалуйста, уважаемые телезрители, приходите на наши пациенты, обращайтесь к нам. Центр здорового сна, Машерова, 40, это центр города. Телефон очень простой. Пять пятерок три. Пять пятерок три. Еще раз повторим. Спасибо вам большое за продуктивную беседу. Мы нашим телезрителям напомним, что у нас в гостях был директор Центра здорового сна Василий Николаевич Пансевич и врач-кардиолог Центра здорового сна Константин Андреевич Черков. Спасибо вам большое, хорошего вам дня. Спасибо. Интересные факты о белорусском языке. Белорусский язык имеет сразу три алфавита. Это кириллица, латиница и арабская вязь. Последнее возникло в 16 веке благодаря литовским татарам. С 2009 года Международное радио Китая делает информационные выпуски на белорусском языке. Сегодня в русско-белорусском словаре насчитывается 129 958 слов. Сейчас белорусским владеет приблизительно 6,5 миллионов человек. А знаете ли вы, что количество ног у так называемых сороконожек может варьироваться от 10 до 7,5 сотен? А вот самым глазастым в нашем мире считается паук-огр. У него от 2 до 8 глаз в зависимости от вида. При этом самое зубастое животное вовсе не акула, а виноградная улитка. В ее пасте ученые насчитали 25 тысяч зубов. И о других числах. Сегодня предлагаем разменять символический полтинник. 50 – число юбилейное. Оно символизирует середину жизни, ее расцвет. В разговорной речи полтинник – это 50 копеек. В кириллице – цифровое значение буквы «Н». В древнегреческой мифологии со золотым руном отправилось 50 аргонавтов. В США – 50 штатов. А еще 50% – это половина полного сосуда, если вы, конечно, оптимист. Что ж, друзья, прямо сейчас будем вас знакомить со списком самой коварной еды, которая не только вызывает очень сильную зависимость, но и негативно влияет на наше с вами здоровье. И на первом месте находится пицца. Лидер в этой таблице по специальной шкале 4 балла она набирает. Оказывается, жирная, соленая, одновременно насыщенная рафинированными углеводами закуска сильнее шоколада, чипсов, картофеля, фри и бургеров стимулирует зону удовольствия. Но шоколад тоже недалеко ушел. Набрал столько же, сколько и чипсы – 3,73 балла. Шоколад, подобно мороженому, воздействует на головной мозг, стимулирует центр удовольствия и блокирует возможность контролировать количество съеденного. Правда, в данном случае это происходит за счет высокого содержания рафинированных углеводов и кофеина. А вот картофельные чипсы. Бытует мнение, что съесть одно чипсу невозможно. За первыми дни минуемо последует вторая, третья, исключены также четвертая и пятая. То есть невозможно остановиться. Да, эти соленые кусочки, как правило, и поедаются один за одним, вне зависимости от того, голодным или нет. И вот следующий продукт – это мороженое. Всеми любимый с детства десерт. И, кстати, особенно летом. Тоже оказался небезобидным. Результат этого продукта по этой шкале набрал 3,68 балла. Из-за высокого содержания сахара и насыщенных жиров мороженое при регулярном потреблении не только добавит лишних килограмм, но и может превратить человека в сливочного наркомана. Ой, как и сладкая газировка, собственно говоря. Систематическое употребление этого напитка может не только вызвать привыкание, но и кардинально изменить обмен веществ. Причем, по мнению медиков, достаточно всего на протяжении одного месяца каждый день пить шипучку для того, чтобы метаболизм изменился все-таки в худшую сторону. Поэтому с этими продуктами, друзья, пожалуйста, будьте очень внимательны и осторожны. Они могут вызвать у нас зависимость. И вот всегда хочется и где-то покушать, и где-то даже переусердствовать, и переедание получается. Ну, нужно сказать, что различные блюда нашего бренд-шефа Ивана Гринина тоже вызывают некую зависимость у наших телезрителей, у наших телезрителей, но уже в хорошем смысле, потому что мы готовим только качественные и полезные блюда. И на этот раз будем учиться делать необычную кашу с сухофруктами. Давайте посмотрим, как это делает сам бренд-шеф Иван Гринин. Доброе утро. Сегодня я приготовил булгур с сухофруктами. Это довольно необычная каша, родом из Ближнего Востока. Но это, по сути, тоже пшено, только твердых сортов. Для этого нам понадобится булгур, курага, изюм, миндаль, немного мяты, корица, ну и сливочное масло, чтобы пожарить кашу. Приступим. Для начала подготовим ингредиенты. Нам понадобится мята, курага. Курагу мы порежем. Искать мелко, так, немного поменьше. Можно резать произвольно, как вам нравится. Булгур очень хорошо подойдет на завтрак, потому что время приготовления довольно быстрое, буквально 15, ну, может быть, 20 минут вам понадобится. Возьмем миндаль, его тоже немного покрошим. Мы все подготовили. Миндаль мы покрошили. Остался изюм, который мы не будем резать, но высыпем на доску. Как вы уже поняли, что из состава эта сладкая каша, она будет насыщена быстрыми и медленными углеводами для тонуса с утра. Сначала мы положим небольшой кусочек сливочного масла и обжарим булгур, пшено. При обжарке, как видно, он немного белеет. Теперь добавим обычной воды. Будем потихонечку подтушивать. Можно сразу добавить курагу, потому что она долго раскрывается. Можно добавить немного меда. Ну, я, например, готовлю без добавления какой-то дополнительной сладости, потому что считаю, что в сухопрукле содержится нужное количество сладости и довольно достаточно для этой каши. Теперь можем добавить весь изюм, который у нас есть. Теперь забрасываем орехи. Теперь мы добавляем корицу. Как вы можете заметить, что достаточно несложное блюдо, простое, оно быстро готовится, очень богато разными и вкусовыми, и полезными свойствами, потому что курага с изюмом с утра очень полезна. Она содержит достаточное количество фруктозы, как быстрых углеводов, которые придаст сразу заряд бодрости и энергии. Плюс ко всему сама каша. Это сложный углевод, который на несколько часов вам даст энергии, и будет хорошо, и правильно перевариваются желтки. Теперь можно добавить мятки. Мята придаст свежести нам. Выкладываем. Каша готова. Украсим немного оставшейся мятой. Итак, сегодня мы приготовили кашу с булгуров. Это пшеница твёрдых сортов, которая была немного приварена, потом высушена, потом мы её отварили. Добавили да немного сухофруктов, орехов. Ну, в общем, сделали такой завтрак. Здоровый, как называется, завтрак. Хелси, богатый. И быстрыми углеводами, медленными. Поэтому приятного аппетита. Я думаю, вам всё понравилось. Булгур с сухофруктами вкусно и полезно, уважаемые друзья. Мы говорим всем приятного аппетита. И прямо сейчас вам покажем фотографии не тающего мороженая, которое создали в Японии. Кондитер придумал рецепт угощения, которое сохраняет изначальную форму даже при высоких температурах. И лакомство подаёт в виде различных фигурок, как мы с вами видим, мишек, зайчиков, сердечек и многих других. Кстати говоря, секрет не тающего мороженого заключается в экстрате клубники, которая находится в этом продукте. Учёные рассказали, что он действительно мешает маслу и жидкости быстро отделяться и испаряться. Поэтому десерт остаётся замороженным и не тает. Интересно, можно ли его самостоятельно приготовить? Вот в чём вопрос. Ну, попробовать можно. Попробовать. Ну, пока огнеустойчивое мороженое продают только в Японии. Появится ли оно на мировом рынке, пока непонятно. Но мы всё же напоминаем вновь вам, друзья, что мороженое входит в топ продуктов, которые вызывают очень сильную зависимость. Если хочется, конечно, то можно, но не в очень больших количествах. Ну, ещё к тому же есть немало плюсов у этого продукта. Вот мы знаем, что во время его употребления в нашем организме вырабатываются гормоны радости эндорфины. И мы получаем просто огромное наслаждение. Это как с шоколадом. Удовольствие, вы согласитесь. Как с шоколадом и, наверное, как с любым видом творчества или искусства. Да, однозначно. С любым видом хобби, например, правильно? А вот какой вид творчества может вас успокоить, ваше хобби? Вот над этим вопросом вышли наши корреспонденты на улице нашего города и решили спросить, какой вид творчества может вас успокоить. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Какой вид творчества вас успокаивает, ваше хобби? Моё хобби – это музыка. Я очень люблю слушать музыку, я могу танцевать под музыку, я могу петь, я всё могу под музыку. Ну, писать, сочинять, всё могу под музыку. Собственно, музыка – это моё всё. Играть с ребёнком, читать ему книжки, сказки разные. Ну, живопись, спорт, иногда сочиняю стихотворения, стихи сочиняю. Мы студенты-медики, поэтому нам нет хобби. Да, есть трясование. Я занимаюсь борьбой, как бы это меня успокаивает. Сёрфинг. Букоделие. Чтение книг, допустим. Музыка. Занятия физкультуры. Спорт и творчество, да, в основном? Вообще, на самом деле, очень здорово, когда именно работа превращается в любимое хобби. Как уже сказала студент-комедик, я думаю, что у неё всё впереди в этом отношении. Обязательно всё получится. Вообще, очень здорово, когда человек чем-то по-настоящему увлечён, чем-то наслаждается. И самое главное – дарить частичку себя окружающим через творчество. Сейчас очень популярно фотографии. 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 Так к такому виду искусства относятся, безусловно. Есть масса сервисов, где можно располагать, размещать свои фотографии. Вот. И там, где может это… Инстаграм, например. Да, инстаграм. Программа «Утренняя спресса» тоже есть в Инстаграме, поэтому заходите, пожалуйста, друзья, подписывайтесь на нас. Но пока покажем вам парочку снимков, которые стали самыми популярными за последние две недели в Инстаграм. Встречается закат солнечной Калифорнии, вот называется. Это фотография, которую вы видите на своих экранах. Очень красивая фотография. Но на самом деле фотограф, который сделал это фото, совершенно случайно заснял расслабляющуюся компанию по пути на пирс. По его словам, при желании любую прогулку, абсолютно любую, можно превратить в небольшое приключение. Стоит только включить немножечко воображение. Да, вот следующая фотография – это такие вот эмоции, которые испытали люди, которых вы видите при покупке билетов в Исландию. Вот от восторга они прям подпрыгнули. Выше головы своей подпрыгнули, надо же, как люди радуются путешествиям-то. Кстати, вот весной мы с вами знаем, вот всюду начинает таять снег, но далеко не везде люди могут этому радоваться. Фото-журналист из Словении уже много лет следит за проявлениями глобального потепления на острове Гренландия. А вот посмотрите следующую фотографию. Анну Мичула своим существованием опровергает МИД о том, что единорогов не бывает. Посмотрите, как она надета, да, какая-то яркая одежда. Носит розовые африканские косички и окружает себя милыми вещами. А еще продает цветастые гирлянды из кисточек и воздушные шарики в форме сердец. И столь любимых ей единорогов. Ну, человек жизнерадостный. Жизнерадостный. Все, что можно сказать. Да, очень яркий. А вот весеннее утро в Шанхае начинается с зарядки. В 7 утра мастер-конфу фигматично размещается над первыми лучами солнца. Вы смотрите, как это красиво. И могут сделать такой снимок с утра пораньше. Как это шикарно. Можно даже просто смотреть на этот снимок и релаксировать, правда? Да, наслаждаться этим рассветом. Следующее фото итальянских моделей супругов Николь Мацаката и Фабио Калоричио. Не остановил даже миланский дождь. Они отправились на прогулку вместе с другом-фотографом и сделали парочку красивых и запоминающихся снимков. А вот следующий снимок сделал житель Калифорнии Даниэль. Он использовал долгую выдержку и самодельный светильник, прикрепленный к хоккейной клюшке, чтобы сделать вот этот красивый снимок. Художнику нравится думать, что радушный путь и огибает нашу планету и направляется дальше в глубины Вселенной. Это как бы знак о том, что что бы мы ни делали, всегда впереди будут свет и радость. Вот так вот свою идею объясняет известный фотохудожник, друзья. Вот такие популярные снимки в сети Инстаграм, к которым может присоединиться также любой наш телезритель. Прийти к нам на нашу страничку Эспрессо Брест. Подключайтесь, подписывайтесь, поддерживайте наших ведущих лайками. Ну и, конечно же, пусть то, чем вы занимаетесь, обязательно. Слушайте, нас вот обязательно доставляет вам только истинное наслаждение и удовольствие. И вот, кстати, герой нашего следующего сюжета в данном случае не является исключением. Он занимается одним очень интересным видом творчества – это керамика. И прямо сейчас художник-керамист Сергей Глушенко приоткроет завесу тайны и поделится несколькими секретами творческого мастерства. Давайте посмотрим. Как живая в руках, можно с ней делать что угодно. Глина – это просто и понятно, даже когда сложно. Потому что это в некотором роде первоисточник. Тот самый прах земной, из которого был слеплен первый человек. Но история человечества, как и новорожденное произведение Сергея Глушенко – это плод человеческих рук. Изменяешь этот материал, и он превращается в твоих руках в твои впечатления о том, что ты виден. Насколько яркие твои впечатления, настолько яркие произведения. И человеку, и скульптуре нужен свет. И не всегда правильный свет – это жадные лучи зенитного солнца. Потому что они создают контрастные тени на глине и как бы съедают форму. Делают ее более угловатой и четкой. А ведь здесь важны нюансы. Цвет материала, как цвет кожи, тоже важно. Но в основном скульптор оперирует именно светом и объемами. Художник копирует то, что создано Богом. Или если атеисты будут говорить, что создано природой. И естественно, что когда он повторяет за создателем, он в какой-то мере может чувствовать себя творцом, а в какой-то мере копиистом, как мы и говорили. Сергей Глушенко любит глину уже больше 40 лет. Еще совсем молодым он решил, что тиражировать бюсты вождей – чужой хлеб. И занялся керамикой. Такова его работа. Таков его способ постигать мир и все, что было сотворено задолго до нашего в нем рождения. И это сродни тому, как учить изначальный язык без словарей. Понимаете? У каждого материала свой язык, своя какая-то специфическая языковая палитра. Сколько сортов глины, столько, наверное, и будет языков. Есть и фарфор, и фаянс, и ракотта. И все они говорят по-своему. Плюс каждый автор привносит что-то свое. Любой процесс, можно сказать, что творческий, ты руку поднял, ты произнес слово, ты изменил этот мир и словом, и жестом своим. Мы такие разные меняем мир уже фактом своего существования в нем. И когда плоды нашего честного труда приносят кому-то радость, это лучшее доказательство тому, что давным-давно создатель наделил глину дыханием жизни не напрасно. Овну не стоит браться за новые дела. Лучше постараться завершить старые. Стоит воздержаться от принятия решений, касающихся продажи имущества, особенно оформления банковских суд. Близнецам нужно внимательно следить за происходящими событиями и реагировать по ходу изменения ситуации. Остраивайтесь на кропотливую работу и общение по делу. В этот день близнецам можно принимать судьбоносные решения. Это прекрасное время для урегулирования любых вопросов с помощью дружеской поддержки и деловых знакомств. Сейчас в раке может проснуться упрямство. Это придет не по вкусу его окружению, и на этой почве может вспыхнуть конфликт. Звезды советуют умерить свои амбиции. У льва на работе особых изменений не предвидится. Чем больше на данном этапе будет встреч и общение, тем более легкими окажутся дела. День у девы будет наполнен различными соблазнами, и нужно четко понимать, что можно себе позволить. А где стоит сказать нет? У весов ожидается много дел, и практически со всеми можно справиться. Постарайтесь ко всему относиться с полной ответственностью. Впоследствии это зачтется. Период оскорпиона не слишком подходящий для проявления активности. Необходимо найти возможность для примирения с людьми, с которыми скорпион находится в ссоре. Стрельцам следует повременить с делами, которые вызывают затруднения. Данный период больше располагают к отдыху, нежели активным действиям. Козерогу нужно быть осмотрительным в принятии финансовых решений. Возможно, появится желание потратить крупные суммы на товары, которые совсем не нужны. У водолея сегодня вдруг появится тяга к знаниям и возможности их получать. Учащиеся смогут за короткий срок усвоить большое количество информации. Многие рыбы могут пережить период ослабления иммунитета. Возможно, на какое-то время они будут вынуждены оставить работу, оформив больничный. Уважаемые телезрители, возвращаемся в студию прямого эфира. К нам уже присоединился творческий гость. Дело в том, что у нас в гостях директор, начальник отдела студенческих инициатив и культурно-досуговой работы Брестского государственного технического университета, Ирина Васильевна Анголюк. Доброе утро, Ирина Васильевна. Доброе утро, Ирина Васильевна. Мы очень рады вас видеть на студии. Недавно вы тоже в этот момент были за кадром, говорили о человеческих увлечениях. И вы тот самый пример, когда любимая работа становится любимым хобби. Расскажите, пожалуйста, с чего у вас все начиналось? Ну, я, во-первых, хочу сказать, что, конечно, в техническом университете, где я работаю, помимо того, что студенты могут приобрести достойные знания, получить специальность, в нашем ВУЗе созданы все условия для того, чтобы развить свой творческий потенциал, заниматься художественным творчеством. И я скажу, что вот уже много лет я работаю в техническом университете. И работа для меня, конечно, это в первую очередь наслаждение. Я иду с большой радостью туда, потому что я осуществляю свою давнюю мечту. Я наслаждаюсь тем, что могу обучать студентов музыки, могу лицезреть, как они поют на сцене технического университета. В общем-то, понимаете, я хочу сказать, что когда-то, когда я поступила в университет культуры, мне казалось, что только в университетах музыкальных творческие люди, только там самые музыкальные, самые поющие, самые танцующие. Но когда мне пришлось прийти на работу в технический университет, я была настолько поражена и удивлена, что такое количество творческих, талантливых студентов именно в техническом университете. И, конечно, моя деятельность продолжается по сей день. Мы развиваем творчество в нашем университете. Мы не останавливаемся ни на чем достигнутом. В данный момент в нашем ВУЗе 10 творческих коллективов, 4 коллектива вокального жанра, 2 коллектива хореографического жанра, 3 коллектива инструментального жанра, 1 коллектив театральный и 1 литературное объединение Лира. В принципе, вот это все такие стабильные творческие коллективы, которые ежегодно представляют наш университет на различных площадках международного уровня и республиканского. Вот на этом мы с вами останемся, потому что у нас здесь подборочка фотографий. Покажите нам их, пожалуйста. Это, наверное, ваш хоровой коллектив «Белая вежа». Да, стоит сказать, что Ирина Васильевна дирижер хорового коллектива под названием «Белая вежа». Вот посмотрите, сколько участников. Что это за площадка? Где выступали? Ну вот на фото представлены моменты, когда мы выступаем вот в данный момент на республиканском фестивале арт-вокации, который состоялся в 2016 году, и коллектив получил диплом гран-при. Площадки в республике Польша, на международных фестивалях в Познане. Мы получили приглашение, были действительно очень рады, потому что фестиваль очень высокого уровня. Туда приглашаются коллективы с музыкальным образованием, и в том числе наш коллектив был удостоен такой чести представить республику Беларусь, представить родной город на таком международном фестивале. Организаторы фестиваля отмечали, что мы действительно достойные представители своей страны, своей культуры. Мы исполняли в основном репертуар белорусский, обработанный для хора или произведения духовные. Поэтому, в принципе, были на уровне, были горды собой. И после этой поездки мы съездили еще во Францию, где тоже мы были очень, так скажем, достойно приняты публикой французской. Залы аплодировали нам стоя. И вот планы такие, что мы в этом году снова посетим Францию, едем на международный фестиваль духовной музыки в мае месяце в Белостоке. Хайновка называется фестиваль. И едем на фестиваль международный в город Минск Папарайск-Ветка, организатором которого является Белорусский государственный университет. Мы знаем, что наград у вас не счастье, у вашего коллектива творческая копилка постоянно пополняется. Но вот мы видим гран-при, вы привезли. Расскажите, пожалуйста, более подробно. Это конкурс арт-вокации, насколько мы знаем. Конкурс арт-вокации. Конечно, было неожиданно получить такую высокую награду. Но я хочу сказать, что студенты хорового коллектива, сейчас это народный хоровой коллектив, потому что мы уже нам присвоили звание, народный любительский коллектив Республики Беларусь. И мы много очень работаем. Поэтому награда достойна нашего коллектива. Репетиции проводятся практически каждый день. Репертуар огромный. Вот, например, во Францию мы возили репертуар на целый час программы. Вот мы должны были исполнять целый час программу хоровую. Елена Васильевна, скажите, вот столько участников у вас в хоровом коллективе. Просто впечатляет для технического университета собрать столько юношей и девушек в одном месте, в одно время, чтобы выучить столько произведений. Как вам это удается? Как вы привлекаете студентов? Да, хорошо, я расскажу. В первую очередь мы в сентябре месяце проводим анкетирование. Когда мы выясняем, где студент, ну, настоящий студент, каким видом творчества он занимался в школьные годы, какие у него потребности. Мы предлагаем ему список наших коллективов. Может быть, он хотел бы попробовать в наших коллективах студенческих, попробовать себя. Ну, ходим на кураторские часы, рассказываем о том, какие у нас коллективы есть, где мы принимаем участие. Значит, проводим конкурс для первокурсников «Новые звезды БРГТУ», где каждый из них может проявить себя, показать. Вот на таких фестивалях, на беседах личных. Когда мы проводим анкетный опрос, в общем-то, мы раздаем нашим руководителям эти анкеты, и руководители непосредственно сами могут звонить студенту и приглашать его в коллективы. Понимаете, вот непосредственно прямое воздействие на студента, прямое общение руководителей. Ну, и я еще хочу сказать, что руководители нашего творческого центра, можно так сказать, в университете, это люди, увлеченные и влюбленные в свою профессию. Практически все. Они отдают себя полностью работе, они увлекают своим вдохновением, своим рвением к работе студентов, и студенты отвечают тем же. Вот понимаете, они не могут уже по-другому, они не могут подвести своего руководителя. Они знают, что нужно достойно представить себя, свой коллектив на любом концерте, на любом мероприятии, где бы то ни было. И самое главное, что они получают отклик, реакцию зрителя, правда? Да, да, да. Давайте посмотрим, на что же так откликаются зрительские сердца и уши в данном случае. У нас есть небольшое видео, предлагаем показать нашим телезрителям тоже. ПЕСНЯ Шикарное звучание. Казалось бы, наслаждался, наслаждался, но, к сожалению, эфирного времени не так уж и много. Уже совсем скоро будем завершать нашу беседу. Но пока еще напомним нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Наш номер с телефона 21 55 65. Если у вас есть какие-то вопросы к нашей гости, пожалуйста, дозванивайтесь, друзья. А в гостях у программы «Утренняя эспрессо» Ирина Анголюк, начальник отдела студенческих инициатив инициативы культурно-досуговой работы Брестского государственного технического университета. Ирина Васильевна, а вы, как считаете, творческих инициативных студентов становится больше? Просто многие говорят, что все в компьютерах, все в интернетах, и студентам просто-напросто недотворчество. Они больше времени хотят уделять для себя. Ну, есть немножечко такая, скажем, тенденция к тому, что, наверное, это все идет из школьных лет, так скажем, немножечко изменилось состояние вот среднего образования. Понимаете, я помню свое детство, когда я обучалась в школе с хоровым уклоном, и коллективное творчество, оно уже предполагает, что ты должен отдавать себя коллективу. Сейчас же нет музыкальных школ, есть музыкальные школы, но есть факультативы в школах, когда это не всегда становится обязательным, это просто по, так скажем, по желанию. И, наверное, это несет какой-то отпечаток, да? Но все же я не соглашусь, что студентов мало творческих. В принципе, ведь человек творческое создание. Он создан Богом, и каждый человек в чем-то талантлив. Нужно создать условия для него. Нужно создать условия. И нужно, чтобы рядом с этим человеком, с молодым человеком оказались люди, которые действительно любят свою профессию и отдают себя тому же студенту, понимаете, когда они посвящают, когда они для них становятся и другом, и заботятся и о том, как он сдал сессию, какие у него проблемы. Ведь коллектив творческий, это не только работа репетиционная, это еще, это как семья. Потому что вот лично я отношусь к своим студентам, как к своим собственным детям. И я знаю о них все, и я за них переживаю. И поэтому, наверное, и отклик такой есть, и поэтому они не уходят из коллектива. И с каждым годом их, в общем-то, студентов прибавляется. Но глядя на ваши горящие глаза, мы так и понимаем, и выпускники возвращаются в коллектив. Вот хору на данный момент 6 лет. И, в общем-то, выпускники приходят после работы, после тяжелого трудового дня, они приходят на репетиции. То есть все-таки есть потребность, чтобы прийти и прикоснуться к искусству. И нас это очень радует. Понимаете, конечно, не всегда есть условия хорошие для работы творческой. Все-таки это технический университет, и в первую очередь это учеба, учебный процесс. Кстати, вот среди звезд даже мирового уровня очень много людей именно с технической специальностью. Правда ведь? Согласна, да. Абсолютно согласна. Главное, что есть это стремление и желание давать что-то и получать это за ним. Вы знаете, сегодня мы говорим много о нашем коллективе, о моем коллективе, о хоровом, но я хочу сказать, у нас все коллективы очень на высоком уровне. Вот есть и Народная театральная студия «Слово». Они буквально недавно приехали из города Минска, были на международном фестивале «Скрыжаванье». Вызвали бурю эмоций, потому что коллектив представляет фольклор, аутентичный фольклор. Сохраняет традиции наши, календарно-обрядовые праздники. Коллективы инструментальные, шикарные. Коллективы, например, самый старый коллектив по возрасту, это коллектив «Ансамбль скрипачей». Он тоже в 2008 году получал гран-при. Университет вообще трижды награждался дипломами гран-при фестиваля арт-вокации. В общем-то, мы гордимся своим творчеством в нашем университете. Здорово, мы вам тоже гордимся. Своими студентами очень гордимся. Очень их любим. Васильевна, есть о чем нам с вами еще поговорить. С сожалению, в эфирное время у нас подходит к завершению. Это будет поводом прийти к нам еще раз. С удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. Спасибо за то, что были с нами. Отличного вам настроения. Пусть этот творческий порыв, и самое главное, запал у вас остается. Спасибо. Спасибо. Запомню нашим телезрителям, что у нас в гостях был начальник отдела студенческих инициатив и культурно-досуговой работы Брестского государственного технического университета Ирина Васильевна Анголюк. Далее у нас прогноз погоды и музыкальная пауза. Оставайтесь с нами. Спасибо. Надеемся, что вы выспались и уже готовы поучаствовать в нашем очередном розыгрыше на кону. Сертификат на посещение детской игровой комнаты «Солнечный город». Подходите к своим телефонам, набирайте номер нашей студии 21 55 65. И для того, чтобы выиграть этот подарочный сертификат, вам необходимо повторить нашу скороговорку. Не скажем, какую. Вот давай не скажем, какую. Пусть дозвонятся к нам телезрители. А, сразу же. 21 55 65. И мы будем вместе тренироваться, а после ее произносить. Друзья, 21 55 65. Идем в «Солнечный город», который находится в Бресте по адресу улицы Набережная 2. Дозванивайтесь к нам. Мы вам называем скороговорку. Вы стараетесь за нами ее повторить. Вместе тренируемся, вместе произносим и идем в игровую комнату «Солнечный город». Там, кстати, не только можно поиграть хорошенько, но еще и провести и организовать свой праздник. И праздник своего ребенка. У нас сразу же есть звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Оперативно набрали номер телефона. Давайте знакомиться. Как зовут вас? Виктория. Виктория. Виктория очень приятно. Победоносное имя. Надеемся, вы тоже победите в этом состязании. Нужно будет повторить нашу скороговорку. А подождите, Виктория. А почему вы дозваниваетесь, а не ребенок? В школьное время уже. Уже в школе, да. А для кого выигрываем хоть сертификат? Расскажите. Ну, тоже для него. Как зовут? Вадим. О, для Вадима выигрываем. Для Вадима. Хорошо, шикарно. Сертификат на посещение детской игровой комнаты «Солнечный город». Так вот, скороговорка звучит так. «Шесть мышат в камышах шуршат». «Шесть мышат в камышах шуршат». Теперь быстрее. «Шесть мышат в камышах шуршат». «Шесть мышат в камышах шуршат». И еще разочек. Шесть мышцов, шесть мышцов, шесть мышцов. Отлично, получилось. Молодец. Здорово, разговаривали с утра пораньше. У вас есть возможность передать привет всей Брестской области. Пожелать хорошего вам дня. Хочу пожелать всем хорошего дня, хорошего настроения, теплого, солнечного. Ну, чтобы быстрее к нам пришла весна. И всем, всем, кто знает, всем меня привет. Солнечное настроение у вас и у наших телезрителей появится благодаря походу в Солнечный город. А вы, кстати, кто-то с нами хочет пообщаться. Маленький ребенок. Еще младший есть, да? А как зовут младшенького? Девочка Регина. И Регине привет передаем. Может быть, были уже с детками в Солнечном городе? Да, мы выиграли Солнечный город. И Алиса за Резеркалия. И у нас еще, по-моему, Рио есть. Ну, здорово. Теперь вы точно знаете, чем занять себя и своего ребенка. Понравилось вам в Солнечном городе? Да, были очень. А что именно понравилось? Больше всего? Ну, больше всего. Ребенку понравился там футбол, был, и он поиграл. И там работает. Больше футбола. Класс. Детям там интересно, правильно? Вадим, я думаю, остался доволен. Да, остался доволен. Виктория, спасибо вам за звонок. Не кладите трубочку, вам расскажут, как забрать сертификат. Хорошо. Ну что ж, здорово. Дети получают удовольствие, выигрывая такие сертификаты на посещение детской игровой комнаты. Можно очень весело, очень здорово, очень классно провести время. И классно, когда наши зрители не просто отгадывают загадки, потому что, согласись, ответ можно найти в интернете, а именно вступают с нами в открытый диалог. Будем практиковать как можно чаще. А вот для чего же нужен интернет, на эту тему размышляют наши замечательные эксперты, маленькие участники программы «Утренние эспрессо». Человечки. Утренние эспрессо. Интернет. Интернет нужен, чтобы на нем работать, например. Или смотреть фильмы всякие, или мультики, или детей включать. Чтобы кино смотреть. Про мультики. Или сказки. Никогда такое не слышала. Интернет давным-давно изобрели. Что смотреть телефоны, смотреть телевизор, планцеты, звонить на мобильники, телефоны. И больше не знаю. Чтобы посмотреть мультики, разные программы. Интернет нужен, если стало скучно, а мама разрешает посмотреть на интернете мультики, или можно еще посмотреть рекламы. У меня взрослым надо работать с интернетом, чинить интернет. Или разговаривать с другими людьми, как, например, я на Новый год с Дедом Морозом разговаривала. Хотели по номенбуку. И Коля, твой братик. Младший и старший сестра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Т.Горелова Т.Горелова Доброе утро, Брест! Доброе утро всем! Доброе утро! Просыпайся в город Брест! Доброе утро! Доброе утро, Брест! Я желаю всем доброго утра, здоровья, удачи, везения, всего самого хорошего! Всего хорошего вам, дорогие друзья! Рады, что вы сегодня с нами. Надеемся, что сегодня день будет продуктивным, ярким. Но вечер, конечно же, запоминающимся. Наверняка у вас есть какие-то планы. Вот, между прочим, звезда фильма «Люди в черном» Уилл Смит тоже строил планы на один из своих вечеров. Решил устроить себе свидание с человекоподобным роботом Софией. Сейчас расскажем, что из этого вышло. Романтическая встреча проходила в отеле на островах. Уилл Смит пытался заигрывать Софии, которую вы видите на своих экранах. И даже в какой-то момент попытался ее поцеловать. Однако девушка-робот ответила на все ухаживания отказом. И предложила знаменитому актеру остаться друзьями. Кроме того, София практически высказалась о музыкальном творчестве Уилла Смита. Да уж, раскритиковала робот София Уилла Смита. Человекоподобного робота разработала одна известная компания. София умеет изображать около 60 эмоций и поддерживать несложные беседы. Осенью 2017 года девушка-робот получила гражданство Саудовской Аравии. Это первый в мире случай выдачи гражданства роботу. Вот так, время идет вперед, и уже даже гражданство могут получать роботы. Ну, кстати, 60 эмоций на лице, это очень много для робота. Да, для робота очень много. Самое интересное, что она-то оказалась у нас девушкой с характером. Вот ведь как бывает. Пусть даже робот с характером. Ну, мы надеемся, что ваши свидания, если, конечно, такие на сегодня запланированные, пройдут удачно, подобных ситуаций у вас не произойдет. Вы будете радостными, спокойными, довольными. Будете наслаждаться жизнью и улыбаться на протяжении всей недели. Но мы вам в этом, друзья, будем помогать. Ну, а для того, чтобы взбодриться с утра пораньше, необходимо сделать утреннюю зарядку. Давайте прямо сейчас нашим фитнес-тренером Ириной Котович сделаем утренние физические упражнения. Доброе утро! Я уверена, в такую погоду каждый хочет согреться. Ну что ж, у нас жаркая тренировка на пресс. Ваши мышцы сегодня будут гореть. Опускаемся на коврик. И работаем сначала с верхней частью, а потом с нижней. Я уверена, что вы знаете, что пресс – это одна сплошная мышца, но мы можем упражнениями делить ее на небольшие части. Вот над первой частью мы и поработаем. Руки вдоль корпуса, плечи отрываем, подбородок вверх. И выполняем пружинищие движения вперед, не отрывая поясницы. Дышим при этом так, как вам удобно. Можно делать выдох на каждое движение. Таких пружинищих вы выполняете 30 раз. После этого выпрямляем ноги, опускаем настолько, насколько вы можете задержать, и выполняем ножницы. Заметьте, мы работаем не от колена, а от бедра. Точно так же 30 движений. Передохнули. И выполняем еще два таких круга как минимум. Ну а если уже по полной, то 4 круга. Заметьте, что ноги вы опускаете только до той степени, пока вы можете держать свою спину на коврике. Если вас отрывает или слишком сильно прогибается поясница, поднимайте ноги чуть выше, ведь у каждого уровень подготовки разный. Я уверена, что вы справитесь с этим комплексом, и я желаю вам хорошего дня. Благодарим нашего фитнес-инструктора Юлию Котович за подборку таких вот полезных, безусловно, упражнений, друзья. И напоминаем о том, что уже 10 апреля в 17.00 в здании телерадиокомпании «Брест» будет проходить кастинг участников проекта «Новый размер». Присоединяйтесь, пожалуйста, к нам, меняйтесь вместе с нами, поверьте, это в ваших руках. Напоминаем, что ждем вас в фойе телерадиокомпании «Брест» по адресу улица Кубышева, 64, 10 апреля в 17.00. А прямо сейчас поблагодарим наших партнеров, партнеров нашей программы. Студию флористики «Цветы от Жордан». Благодарим за предоставленную цветочную композицию, которая находится у нас здесь в студии. Да, уж такое весеннее чудесное настроение царит здесь у нас в коллективе, тем более впереди такой замечательный праздник, как Пасха. Также благодарим нашего другого партнера и друга, магазин модной женской брендовой одежды «Концепт Клаб». Спасибо вам также за сотрудничество и вам желаем отличного дня и хорошего настроения. И у нас еще есть время для актуальной информации. Прямо сейчас с вами посмотрим прогноз погоды от наших синоптиков. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Уважаемые телезрители, на этом наш информационно-развлекательный завтрак подошел к своему завершению. Мы говорим вам спасибо, спасибо, что вы встречали этот день с нами в нашей компании. Сегодня в студии прямого эфира с вами были Катерина Стрихаев. И Артем Бруйло. 3 апреля, вторник. Пусть этот день будет прекрасный, но вечер, соответственно, незабываемым. Увидимся завтра в 7.10 утра на четверке. Всем пока.